Молчание за вознаграждение. В Кропивницком на взятке задержан начальник одного из городских СИЗО. Тот предлагал сотруднику прокуратуры все что угодно, лишь бы не всплыла информация о вопиющих нарушениях в изоляторе. Правоохранители фиксировали все заносы и вот во время очередного одаривания начальника СИЗО задержали. Все подробности в сюжете Елены Брынзы. Это учреждение исполнения наказаний номер 14 в Кропивницком или просто СИЗО. Находится в одном из центральных районов города. В 100 метрах жилые дома. Сотрудники прокуратуры во время очередной проверки нашли у заключенных молотки, ломы, ключи от камер, алкоголь и наркотики. А также выяснили, арестованные свободно гуляют по СИЗО, готовят дурман, самогон и в очень даже теплых отношениях с тюремщиками. И это еще не все. Встановили 160 дверей на камерах. Встановили еще на початку минулого столетия. При досы сильном ударе увязнение может с тех камерой выйти. Охранная система, сигнализация, которую установили в 80-х годах минулого столетия, технично и морально застарела. Постойно выходит из ладу. В разе выявления надзвичайных ситуаций, установивши бунт, увязнение выйдет на улицу. За последний год отсюда сбежали двое арестантов. Одного ищут до сих пор. Остановить анархию в СИЗО, Министерство юстиции, в ведомстве которого находятся данные учреждения, областная прокуратура в этом году просила 9 раз. Реакции – ноль. Вместо этого начальник СИЗО с августа носил взятки прокурору. Керевник данной установки вернулся до работника прокуратуры области с тем, чтобы помягчивать или не вказать те порушения, которые были выявлены прокуратурой области во время проведения предпоченных законодательством Украины проверок. В соответствии с тем, не вказать эту информацию в документах реагирования. При попытке дать взятку начальника СИЗО 36-летнего Сергея Пазилова и задержали. Руководит учреждением, он всего 7 месяцев. Говорит, в чем именно его обвиняют, не понимает. На данный момент я не могу ничего сообщить, потому что я сам толком не разобрался. Это информация, если вы сами понимаете. Это шоу, элементарное шоу. Я сказал, скажу и буду сказать, как защитник всех подозревших. А вот в прокуратуре рассказывает, Пазилов каждый месяц носил дань прокурору. То деньгами, то нардами, то ульями, то чеками на бензин. Неправомирная выгода была выложена в сумме 2400 гривен. И талоны напольные, но пока что в артист их назвать неможливо после проведения соответствующих исследований экспертов. Задержанному уже избрали меру пресечения. Два месяца ареста. Правда, с правом нести залог. 128 тысяч гривен. Подробности обратились в Минюз с просьбой прокомментировать ситуацию в СИЗО, но реакции оттуда традиционно не последовало. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий.